Всем добрый вечер! Мы снова в прямом эфире на аккаунте Музея моды. Меня зовут Оксана Фёдорова, я директор Музейно-выставочного центра Музея моды города Москвы. У нас сегодня с вами эфир. Кто наблюдает за нами, то знает, что у нас в эфире будет прекрасная женщина. Вот она уже к нам подключается. Женщина во всех сферах деятельности. Бизнес-вуман, благотворитель, красавица и просто очень талантливая, невероятная женщина. Наталья Эркенберг. Привет, привет. Как связь? Как слышно? Я надеюсь, нам связь не будет мешать, хотя здесь, конечно, очень у нас бывают проблемы с интернетом. Но я надеюсь, что какое-то время ты нам уделишь, мы с тобой пообщаемся и расскажешь о своих проектах, планах. И, конечно же, мы всегда рады быть более близкими к миру моды, поскольку мы с тобой выходим в прямой эфир с аккаунта Музея моды, и поэтому, конечно, тоже об этом поговорим. Но у меня первый вопрос. Сейчас зарядочку мы подключим. Скажи, пожалуйста, ты общественный деятель, филантропа, успешная женщина во всех сферах. Как ты нашла свое призвание? Какой был путь к этому, к тому, чем ты сейчас занимаешься? Ну, Оксан, если вы заметили, то я занимаюсь несколькими направлениями. Некоторые направления, о которых я заявляю публично, о которых вы видите, то есть это какие-то там развитие брендов, создание брендов, общественная деятельность, вот, например, женская эпоха Возрождения, да, мы создали ассоциацию, или благотворительный фонд. Это то, что я как бы выставляю на показ публично. Но помимо этого, за кулисами, так скажем, у нас еще есть ряд проектов, вот, как говорится, never enough, да, всего недостаточно все время, присутствует голод постоянный, то есть не надо сравнивать и путать это со словом жадностью, вот, я считаю себя гиперщедрым человеком, вот, и человеком помощи, поэтому здесь, конечно, что касается предназначения, предназначения, я, наверное, несколько лет поняла примерную картинку того, кем я должна стать и которой я сейчас двигаюсь, вот, но до этого я была в поисках, я была в поисках себя, и, то есть, где-то лет 35 моей жизни заняло для меня, как бы, поиск вот саму себя, поиск тех интересных проектов, которые действительно будут доставлять удовольствие. Некоторые проекты, они абсолютно такие, как бы, филантропические, так скажем, они не приносят дохода никакого, они приносят удовольствие, они приносят, действительно, общение с людьми, расширяют твой, так скажем, connections, да, круг по интересам, вот, некоторые проекты, конечно, нужно думать тоже, как и заработать, вот, но здесь самое главное, как говорится, превратить свое любимое дело в бизнес, да, что хобби превратить в деньги, вот, поэтому если вы хобби превратите в деньги, вы будете самым счастливым человеком, тем я и сейчас, над этим я и работаю, тем, я считаю, и являюсь, потому что мне нравится то, что я делаю, я чувствую, как бы, это мое предназначение, я думаю, что у меня больше амбиции, еще больше амбиции, нежели чем то, что я делаю, я знаю, что я на этом не собираюсь останавливаться, но это такая, как бы, платформа, платформа-база, да, то есть мы строим сейчас фундамент, от которого нужно будет и можно будет оттолкнуться в будущем, вот, поэтому, так скажем, если не практиковаться, да, не практиковаться, не пробовать, не рисковать, не ошибаться, то ничего и не получится, вот, так что я в процессе, я в процессе становления самой себя, я в процессе построения, так скажем, пирамиды, можно так назвать, хотя у нас сейчас в период карантина пирамида ассоциируется с мировым правительством и очень много всяких страшилок вокруг этого, поэтому, ну, так скажем, у меня пирамида, вот даже, знаете, если обратить внимание на мой бренд-аристократка по зефирам, да, он тоже сделан в виде пирамиды и внутри пирамиды женщина-аристократка в шляпе, вот, то есть я уже вот буквально недавно начала производить какие-то, так скажем, параллели, параллели, но абсолютно с мировым сообществом это никак не связано, это вот такое вот как бы проявление бренда, вот так я вижу, вот так я чувствую, и вообще я считаю, что человек, он должен в первую очередь как бы чувствовать, чувствовать, у нас очень много людей занимаются вообще не теми делами, не теми вещами, не той работой, не тем бизнесом, которое предназначение они должны вообще осуществлять и нести в люди, то есть нас так приучили, мы заканчиваем школу, и мы не знаем, кто мы, мы не знаем, на какую профессию пойти, то есть мы стараемся подать в несколько разных вузов, например, в несколько разных вузов заявления о принятии нас в них, и потом сдаем экзамены в несколько, да, на несколько, например, направлений, может быть, экономический, юридический, может быть, я не знаю, там, инженерный и экономический, то есть несколько профессий мы после школы пытаемся как бы, ну не то что освоить, а заявить о том, что мы хотели бы, возможно, это где-то чуть-чуть пересекается с нами, с нашей как бы идеологией, и там, где нас примут, туда, куда бал пройдет, мы туда тем и становимся, но дело в том, что после еще пяти лет, например, обучения в институте, у нас опять приходит проблема та же, мы понимаем, что пять лет прошло зря, нам не нравится наша профессия, на которую мы выучились, и вообще-то как бы оно вообще-то не мое, и вообще родители меня туда подтолкнули, и как бы оно вообще, ну я не мог им отказать, и получается, что где-то около двадцати пяти лет человек вообще как бы следует чему-то чужому, навязанному, привязанному, услышанному, несуществующим вообще, не относящимся к нему, и потом в течение следующих еще пяти лет он начинает или идти на второе уже осознанное образование, на второе высшее осознанное образование, или начинает добивать быстренько какими-нибудь курсами, обучалками, чтобы быстро трансформировать, так скажем, свой потенциал, вот, или начинает открывать бизнес, абсолютно не относящийся к его профессии, которую он закончил, и то есть в течение тридцати, тридцати пяти лет он человек в поиске, вот человек в поиске, то есть и в тридцать пять лет он начинает там, например, после тридцати, возможно, у кого-то чуть пораньше, кому повезет, начинает просыпаться, и так, вау, и полжизни-то он провел вот как бы в поиске, но это слава богу, если он нашел себе, я знаю людей, которым 55-60 лет, они все еще не знают свое предназначение, они, то есть, как говорится, sacrifice his life, да, то есть они пожертвовали своей жизнью, непонятно для чего, непонятно для кого, и им уже 55-60, и они до сих пор не осуществили свою мечту, и мечтают, у них мечта еще с детства, то есть вот здесь вот такая тонкая грань, нужно быть очень аккуратным, вот, поэтому все, что я делаю, я это чувствую, я это чувствую, ко мне приходят какие-то вселенские знаки, я к ним прислушиваюсь, я научилась их отличать, слышать, вот, и поэтому всем тем, которые там, например, еще неосознанные, да, полуспящие, я желаю им проснуться и начать потихонечку, как бы, знаете, немножко затормаживать, затормаживать и прислушиваться к знакам вселенной, а почему эта информация пришла ко мне, а почему этот человек пришел в мою жизнь, что я должен сделать next, да, следующее, то есть человек должен быть постоянно, как бы, в поиске, вот эти знаки очень важны в нашей жизни. Скажи, пожалуйста, а что для тебя послужило тем, что ты проснулась, вот что это было? Это была ситуация, это было время, какое-то событие в твоей жизни, или это учеба была, ты специально какие-то курсы проходила, я знаю, что ты в Инстаграме выкладываешь свои интервью и какие-то лидерские программы, вот расскажи об этом, как в тебе это побудилось, чтобы... Да, я думаю, что вот очень... Должны делать, потому что... Да, очень важно, Оксана, очень важно, надо уметь находиться самим собой в одиночестве, нужно полюбить одиночество, потому что когда ты все время socialize, все время с людьми, то, к сожалению, ты, у тебя, как бы, мозг постоянно busy-busy, занят-занят с людьми, с информацией, с людьми с информацией, ты не можешь сконцентрироваться на себе. То есть раньше я боялась одиночества, но сейчас я его полюбила, то есть я потом начала его любить и приучила себя, как бы, быть, ну, так скажем, вот в своем пространстве одна, прислушиваться, быть с собой наедине, то есть задавать вопросы, возможно, искать это в интернете, информацию, то есть, возможно, говорить с людьми. Иногда даже бывает, ты открываешь, например, там, интернет, да, и бам, какая-то месседж приходит тебе, и ты такой, вау, это вообще мое, пост какой-то пришел, и ты понимаешь, что это ответ на твой вопрос. То есть вот такие вот знаки нужно очень, как бы, замечать, то есть нужно приучиться, чтобы найти самого себя, познать свое предназначение. Во-первых, самый главный вопрос вы должны себе задать, это вот я даже такой мини-тренинг провожу, но не публично, а вот с мини-группами, и начала практиковаться. Я знаю, что ты, Оксан, тоже проводишь тренинги по простроению своего бренда, вот, и книга у тебя есть, и у меня нет такой уровень, но я начала из своего опыта, так скажем, работать с подростками, с молодежью, с потенциальными молодыми предпринимателями, которые хотят построить свой бренд. Возможно, они хотят построить свой бренд как селебрити, я есть бренд, или они хотят построить свой бренд как компания. Вот, и я начинаю, как бы, с самого главного вопроса. Запишите прям этот вопрос и ответьте на него. То есть, от чего я получаю удовольствие? Вот что приносит мне удовольствие? Чем я уникальней, чем другие? Что во мне есть такое, что нет в других? Что я могу принести в этот мир? Как я могу улучшить этот мир? То есть, как бы, что мне приносит удовольствие? Что приносит удовольствие? И когда человек начинает писать, 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 То есть, например, если ему приносит удовольствие музыка, ну, предположим, игра на барабанах, вот, но почему-то там, я не знаю, или родители не отправили его на занятия, значит, по барабанам, возможно, он стеснялся об этом говорить, возможно, это девочка, которая хочет на барабанах играть, вроде как барабаны, такой мальчиковский инструмент. То есть, но когда начинаешь писать, и она понимает, что, блин, вот то, что я хочу, я знаю, что вот барабаны, я могла бы там стать успешной, предположим, да, вот, и ты понимаешь, что, слушай, ну, так все это время ты занимался вообще не тем, то есть твое предназначение, у тебя душа идет, первый крик, первая информация, которую ты на бумагу переносишь, это получается, например, занятие музыкой, да, но ты ее блокировал, ты, возможно, занимался какими-то там, я не знаю, юридическими там, да, делами, я не знаю. Ты меня не говоришь, да, я первая информация, юридическая, даже кандидат юридических наук, а сейчас я поняла, что музыка это моя, моя жизнь и мое предназначение. Вот, Оксана, тебе встречный вопрос тогда, ты нашла вот за эти годы нашей жизни, вот ты нашла, определилась вот действительно, что тебе приносит, доставляет удовольствие, и какая миссия в этом мире твоя? Да, вот ты нашла, вот тебе вопрос. Я, ты знаешь, к сорока годам только поняла, что мне действительно нужно, и от чего я получаю удовольствие. Да, но все, весь тот период, который был до этого, мой поиск себя, поиск себя, своего собственного стиля, своей манеры поведения, чтобы это было искренне и честно. И то образование, которое я получила до, и те события, которые в моей жизни происходили, это все была подготовка, без них я бы себя не нашла. Вот кто-то это может почувствовать рано. Есть такие гениальные люди. Кому-то это открывается, когда он растет, там, в 30. У меня это произошло, ну, приблизительно стало открываться, действительно, после 35 лет. И в мою жизнь я пришла музыка совершенно, хотя все мы родом из детства. И в детстве я мечтала быть музыкантом, пениться, учиться в музыкальной школе, пела в школьном хоре, была уверена, что я свяжу свою жизнь с музыкой, но и со сценой. Но потом были 10 лет обучения в органах внутренних дел, и все равно музыка меня нашла, потому что, вот, видимо, вот свою мечту внутреннюю я не оставляла. Но вот тот опыт, который я приобрела до этого, мне тоже очень помогает в жизни. Поэтому вот можно сказать, что я действительно нашла свое место, во-первых, нашла свой стиль. Я поняла, что я должна нести, как моя красота, вот, тот посыл должен транслироваться, что я должна продуцировать. Не просто быть, излучать свою красоту, но она должна в действии проявляться в событиях, в поступках. И, конечно, музыка действительно занимает большую часть моей жизни, но я, по своей сути, умею убирать лишнее. Я неплохой руководитель, хоть и добрый, поэтому меня жизнь вот тоже сталкивает с теми моментами, когда нужно чем-то управлять. Это благотворительный фонд. У меня тоже была своя компания одежды. Сейчас это музей моды. И, конечно, я понимаю, я как скульптор, я вижу, что лишнее, что нужно убрать. И, наверное, такой вот, как кризисный менеджер, когда я знаю, как надо, и когда я прихожу, я меняю это пространство. Но надеюсь, что к лучшему. У нас есть вопрос, Оксана, я вижу, вот у нас есть вопрос. Значит, что было самым сложным при поиске миссии? Я думаю, что вот здесь вот, что самое сложное при поиске миссии, я думаю, что нужно пробовать много и всего. Потому что пока ты не попробуешь много и всего, ты не узнаешь, что твое. Вот, поэтому до сих пор я как бы в разных направлениях. И я смотрю, что, например, это направление мне немножко начинает наскучивать, то есть немножко оно как бы, интерес я теряю, потому что, ну, как бы вот я запустила его, да, но вот как бы это не то, чему я могла бы посвятить следующие там 15 лет, предположим, да. То есть когда ты начинаешь, ну, как бы пробовать несколько разных направлений, как, может быть, хобби, как интерес, может быть, на разные курсы походить обучающие, вот, тогда ты поймешь, то есть информация к тебе сама придет, и оно должно просто что-то ёкнуть. Вот это моё, вот это моё, и всё, и ты как бы фокусируешься и идёшь дальше как бы вот именно по своему вот этому как бы знаку, да, я использую такую фразу, что сердце – это король, мозг – это советник короля, слушай своё сердце, потому что король всегда прав. А у нас как бывает, да, у нас как, у нас ёкнет интуиция, да, мы вроде там, вау, мозг включается через там сколько-то секунд, да, не надо, анализ, логика, туда-сюда, не-не-не-не-не, страшно, опасно, риски, и ты такой, ну, ладно. А король-то был прав, король-то был прав, поэтому слушайте своего сердца. Да, и вот мы подошли к самому сложному, вот спросили, что самое сложное. Мне кажется, самое сложное – это сделать шаг вперед, рискнуть, потому что страх мешает нашей реализации, страх. А как меня оценят? А как на меня посмотрят? А правильно ли сделают? А не засмеются ли? А не осудят ли меня? Это идёт и с детства. Такими мы рождаемся. И постепенно вот те родители, которые могут беззаветно вселять с детства в ребёнку уверенность, вот такие дети, они потом растут очень уверенными. И они точно знают, что они хотят. Даже они не боятся ошибаться. Вот даже если вы ошибётесь, ничего страшного, никто вас не осудит. А если даже осудили, ну и что с того? Судит кто? Поэтому самое сложное – это преодолеть свой страх. А его преодолеть очень просто. Просто сделать шаг вперёд ему навстречу. И когда человек делает шаг, он делает, дальше продолжает. Он понимает, что страха-то нет. То есть его нет. Это просто наша иллюзия, которая формируется в голове, чтобы, ну так жизнью стройно, помешать человеку найти своё. Вот смотрите, вот про страхи заговорили, про страхи сразу же, так скажем, подтягиваясь, да, страхи. Значит, чем отличается человек успешный от неуспешного? В одном всего лишь шаге. В одном всего лишь шаге. Люди идут вперёд вместе. Люди, например, у них характеристики одинаковые, у них таланты одинаковые. Они идут вместе. То есть они, вот как соревнования, да. Но один идёт вперёд и побеждает, второй идёт назад, что-то его остановило. Вот этот вот шаг между ними, между успехом и проигрышем называется страх. Называется страх. Этот человек, который первый, он рискнул, он пошёл в свой страх. Хотя он не знал, что он на том конце, так скажем, да, пропасти. Но он рискнул и пошёл туда. И он победитель, потому что там открывается перспектива, там возможности. Этот человек, он тоже был такой же талантливый, но что-то в нём сработало. Что-то какой-то блок был, какой-то страх. Страх преодолел его успех. Ну, как бы вот это вот решение. Страх был сильнее его решения и желания. И он остаётся неуспешным, хотя они уже практически дошли до конца. То есть вот это делаете всегда, этот экстра-шаг, экстра-шаг. И вот вы тогда выходите победителями. Раньше были такие же, опять же, про успех. Раньше были у нас локомотивы угольные на угле. И вот что я прочитала. Значит, локомотив мог сдвинуться только при нагреве 212 градусов. 211 нагрева он не сдвигался. То есть всего лишь один экстра-градус заставлял вот этот локомотив сдвинуться с места. Вот будьте вы этим экстра-градусом и будьте 212, понимаете? Тогда у вас всё получится. Наташа, я не могу тебя не спросить про твой стиль. Он, когда тебя видишь, сразу читается. Это элегантность, это аристократизм. Это всегда какие-то дорогие, красивые аксессуары, очки или броши. Скажи, пожалуйста, ты сразу поняла, что это твой стиль? Как ты к этому пришла? И что он транслирует этому миру? Уверенность? И вот что ты хочешь сказать? Как ты вообще нашла вот этот образ? Ну, во-первых, это началось всё с детства. То есть я стояла очень долго у станка балетного, как я рассказываю всем. Вот я 15 лет посвятила станку и танцам. Вот. И поэтому, естественно, как бы, когда ты занимаешься изо дня в день, изо дня в день по несколько часов под классическую музыку, то есть у тебя уже, в принципе, образ и формула, и молекула твоя начинает, как бы, становиться под элегант и под классику, потому что ты, ну, как бы, ты воспитываешься, да? Вот ребёнок растёт, и ты воспитываешься на искусстве, на культуре. И потом, плюс у меня ещё, как бы, мама помогла здесь, поучаствовала. Она запрещала мне носить брюки, она запрещала мне носить джинсы. И прямо до 18 лет у меня не было никаких брюк, никаких джинсов. Она всегда одевала меня в платье и в юбочке. Меня это сильно, конечно, злило, потому что мои сверстницы, девчонки, они все были в каких-то классных варёнках. Тогда уже пришли варёнки в 90-х, вот, и как бы классные такие джинсы какие-то пришли. У меня их не было. То есть и когда, там, скажем, уже ближе к 20 годам, мне прям хотелось джинс и очень много. Вот, ну, со временем я поняла, что, в принципе, классика, классика, выйдя замуж, например, да, мой первый супруг, он также хотел, чтобы я выглядела элегант и, как бы, классик. Вот, и оно как-то, вот, скажу честно, не удалось мне быть такой спортивной пацанкой, как бы я сильно не хотела этого. Вот, хотя, конечно, есть и джинсы, и майки, там, какие-то курточки, вот, ветровки. Вот, но каждый день приходится, как бы, одеваться элегант, и потом, как, во-первых, ты становишься, ну, как бы, ты лицо, да, ты становишься, это self-presentation, то есть это презентация тебя. Во-первых, прежде чем выйти из дома, ты должен задать себе вопрос, как я хочу, чтобы люди обо мне подумали? Что люди подумают обо мне? То есть получается, что если ты вышел, как бы, ну, там, как бы лохматый, растрюпанный, да, там, в какой-то, там, не знаю, дырявых, там, джинсах, то, в принципе, ну, это как бы модно сейчас молодежи, и мои дети, вот они в таком casual стиле. Но ты понимаешь, как бы, как ты хочешь произвести впечатление, и что ты хочешь, чтобы они подумали о тебе. Ты же идешь в люди. То есть если ты хочешь добиться успеха и говорить на языке успеха, встречаться с бизнес-людьми, делать бизнес, то ты должен все-таки какой-то дресс-код соблюдать, ты должен быть элегант. То есть такая, как бы, стиль жизни, он вынудил, да, стиль жизни вынудил быть классической вумен, классической леди, вот, и потом, прожив какое-то время в Лондоне, и посещая прекраснейшие красивые мероприятия, такие, как, там, скачки, например, да, где дресс-код очень такой строгий, нужны шляпы, нужны закрытые платья, то есть какие-то баллы, то есть все время нужен дресс-код, все время, если ты хочешь, как бы, как я сказала, быть публичным человеком. У нас даже, у нас, кстати, публичные люди не только классический стиль, да, соблюдают. Есть публичные люди, которые абсолютно экстраординари, так скажем. Поэтому здесь вот просто стиль, образ, ну, вот, как бы сначала это было, заставляли меня, да, так скажем, быть в классе, а потом оно просто как-то уже в кровь твою въелось, и уже это ниоткуда, вот, поэтому классический стиль, он мне, он мне понятен. Вот, смотри, ты в пиджаке, я в пиджаке, да, то есть мы говорим на одном языке, мы выглядим плюс-минус одинаково, да, то есть и нам все понятно, то есть это какое-то доверие, это какое-то доверие. Вот многие, например, ходят, там, я не знаю, там, в футболках на бизнес-встречи, там, да, и они потом удивляются, почему они не могут ни один контракт подписать. Ну, ребят, ну, давайте быть как бы взрослыми, давайте хотя бы на встрече будем как-то дресс-код какой-то придерживаться, поэтому, может, кто-то на меня обидится, но это правило, это правило жизни, и если действительно ты хочешь быть успешным, когда у тебя будут много миллионов или миллиарды, тогда ты можешь в спортивном костюме ходить, как, в принципе, я смотрю, многие у нас господа ходят в спортивных костюмах, за их плечами многие-многие-многие, так скажем, нулики, ну да, нулики. Вот, поэтому пока мы доберемся до туда, да, мы все-таки должны соответствовать. Как говорится, женщина, чем хуже у нее дела, чем хуже у нее дела, тем лучше она должна выглядеть. Понимаешь? Чем у нее все круче, то ли, в принципе, напрягаться можно и не надо. Поэтому-то... Мне кажется, что у тебя просто не может быть плохо, у тебя все хорошо, ты настолько излучаешь вот эту уверенность, и действительно такой, как женщина, и четко понимаешь, что тебе нужно в данный момент. Поэтому я тебя спрашиваю. Расскажи, пожалуйста. Ну, соответственно, я поняла, что из твоего понимания классического стиля выросло твое тело. Наталья Ротенберг Коллекшн. Ты недавно начала работать над созданием собственного бренда. Расскажи, пожалуйста, как это случилось? Все началось с моей дочери. Она у меня подросток, 15 лет, Варвара. Она, кстати, у нас где-то в эфире, поздоровалась со мной, не знаю, до сих пор смотрит, или она уже убежала у нас. Варя, подмаши, если что, если слушаешь маму. Так вот, все началось как бы с нее. Это началось в прошлом году, в 19-м году, осенью. Она сказала, что хочу создать свою коллекцию, помоги мне. Не знаю, как, но как бы хочу создать свою коллекцию. Но она как бы более, она тинейджер, 15 лет, то есть ей нужно было casual, спорт, casual. И она говорит, давай я хочу делать худи, вот с капюшонами худи. Я нашла дизайнеров. Мы начали рисовать какие-то варианты этих худи. Потом поехали в Турцию на фабрике по тканям. Начали изучать эти ткани, трогать лоскутки. Вот это все изучать. То есть уже такой как бы был как портфолио проекта, который вот-вот должен уже как бы стартануть. И я думала, я буду представлять ее как мама, но буду ее как бы пиар-менеджером. Но бренд ее будет. И потом как-то в какой-то момент после этой долгой работы она сказала, что извини, но I'm not ready yet. То есть я не готова еще. Я не готова чуть-чуть попозже. И не чувствую я это. А я уже завелась, я уже все это организовала. У меня уже куча этих лоскутков, тряпок, образцов валяются вокруг меня. Эти дизайнеры что-то рисуют, что-то спрашивают. То есть я поняла, что окей, если ты не готова, то я хочу это делать для себя. Потому что я настолько уже в это погрузилась, посвятила себя этому и время, и действительно и деньги, и на поездки туда-сюда, подняла все контакты. Я потом задавала себе вопрос. Ну что? Окей, Наталья, ты хочешь создать бренд. Какой? Что это? Что это? Что это? И опять как бы вот этот вот постоянный вопрос во вселенную, пришел ответ Восток. Дубай, Восток, вот что-то такое вот арабское. Хотя мы христиане, понимаете, верующие люди. Но пришел Восток, не знаю почему. И оно вот как бы екнуло опять. Вот как бы я послушала своего короля. Вот. И пришел оно как бы месседж Восток. Возможно, я была в прошлой жизни восточной женщиной. Я не знаю. Вот шахерезады какой-нибудь. Вот. И пришел этот Восток. И если можно посмотреть на мою коллекцию, то она действительно таким с восточным как бы духом. Тюрбаны, какие-то платки, вот эти вот широкие балахоны. Вот. И потом женщины сказали... Я когда начала? Я начала после Нового года. Я всего лишь шесть месяцев занимаюсь этим. Шесть месяцев я только занимаюсь этим. Вот то, что вы видите там на Инстаграме, это все только в течение вот с января месяца после Нового года я начала вот эту вот историю создавать. И дальше как бы женщины начали отклик. Скажу честно, продала несколько уже изделий. Вот. И женщины начали говорить, Наталья, ну как бы нам нравится, все классно, но как бы мы Восток не можем носить. Нам нужно что-то другое. Предложи нам что-то другое. Я не считаю себя дизайнером. Да. Вот как бы мне когда говорят, Наталья, ты дизайнер. Я не считаю себя дизайнером. Я не училась специально на фэшн-дизайнах. То есть я только могла, так скажем, принести свою, ну как бы вот свои эмоции, свои чувства из своего опыта. И так, как я вижу это, так, как я чувствую. Вот я вижу так. Вот. И они говорят, Наталья, ну как бы надо что-то casual, потому что ну не можем мы Восток, так скажем, применить в свой образ жизни. И вот как бы в последних коллекциях, вот в последних моделях можно замечать, что я уже под абаи, под вот эти балахоны начала использовать блузки-брюки, блузки-брюки, блузки-брюки. Опять вроде как классик. Оставляем как бы классическую женщину под широким балахоном абая, потому что, возможно, кто-то это будет носить как отдельную накидку, возможно, кто-то будет носить как сет, как комплект, возможно, кто-то будет, вот как я представила, например, даже блузка с брюками, с тюрбаном, да, вот, возможно, без, возможно, с платком, возможно, без, возможно, просто брошку какую-то. То есть здесь я начала просто играться с этим, играться с этим, то есть во что Оксана это вырастет, я пока не знаю, но мне, конечно, хотелось бы об этом заявить, чтобы как бы узнали обо мне, да, узнали, но я не пропагандирую и не позиционирую себя как фэшн-дизайнер, но, наверное, сейчас это может быть и нужно как-то использовать, вот это вот, так скажем, я не знаю, статус какой-то вот именно фэшн-дизайнер, да, я бы не хотела, Оксана, скажу честно, вот себя пропагандировать как дизайнер, потому что я считаю, что я, ну, как бы совсем другого человека, история. Действительно, потому что можно быть дизайнером и создавать одежду, образы, а можно создать свой бренд, свою компанию, быть владелицей марки, это совсем другое направление, но это сложная деятельность, конечно, и чтобы действительно было производство, хотя бы какой-то экспериментальный цех, нужно в этом разобраться, как работает экономика, и нужно понять, это эксклюзивная какая-то вещь, либо это ты будешь работать с байерами, то есть ты хочешь представить коллекцию эксклюзивную на неделе моды, или ты делаешь презентацию для клиентов, то есть вот пути развития, они у всех разные. Есть, допустим, когда я создавала свою марку опера, я брала пример с Викторией Андреяновой, с пароли, как у нее это построено, она работала с автовиками, я тоже работала с автовыми клиентами, но поняла, что все-таки мое, это создавать что-то оригинальное и эксклюзивное, то есть вот регионный масс-маркет, это немножко не мой путь, не моя стратегия. Оксана, я вижу, у нас два вопроса, причем к нам вдвоем, значит, первый вопрос к нам обоим, значит, как мы подбираем с тобой лук, когда выходим с супругами на ужин, ну да, в театр на ужин, то есть вот как ты подбираешь свой лук, какой гардероб ты используешь, выходишь, то есть что это? У меня, ну, основа моего гардероба это классика, так скажем, чуть-чуть я добавляю дерзости, немножко спорта в классику, то есть это не классика прям от и до стопроцентная, я могу надеть костюм с кроссовками, я могу надеть платье какое-то классическое с кепкой или шляпой, то есть я чуть-чуть добавляю немножко, ну, так скажем, вызова, маленький вызов, спортивная классика, так скажем, я исхожу всегда из задачи, какую задачу мы с собой ставим. Если это ужин с супругом в компании друзей, это может быть более свободный образ, джинсы, жакет, кроссовки или лодочки, если это, конечно, вечер, это вечерний образ, то есть нужно всегда исходить из того, куда вы собираетесь. И действительно, чтобы не выглядеть смешно, и я не могу назвать себя модным человеком, я знаю, что мне идет, и быть модным, это значит уметь носить и подавать эти ультрамодные вещи, и это тоже особый талант, и не все этим талантом обладают, поэтому у меня... Потому что здесь, знаешь, еще, да, мне кажется, здесь еще зависит, какой супруг, какой стиль у супруга, потому что есть мужчины спортивные, тогда и женщина, в принципе, может себе тоже быть спортивной рядом с ним, потому что она не может одеть супер-класси-класси, а он идет в спорте, то есть такой дисбаланс не может быть. То есть, а если мужчина класси-класси... Поэтому мой стиль такой сместился в более спортивную классику, поэтому... Потому что мужчина спортивный? Да. Вот, я думаю, что здесь, когда идете вдвоем, идете вдвоем, то здесь нужно все-таки как-то подбирать друг под друга, да, уважать друг друга, ты не можешь быть супер-контрастным человеком со своим супругом, со своей половинкой, поэтому если мужчина классического стиля, то, естественно, и ты должна одеться классического стиля. И у нас есть еще второй вопрос, вот я читаю, успеваю, ребята, с нами хотят, вот Наталья и Оксана предлагаем сделать совместный проект, вот. Отлично. Поподробнее, да, тогда в директ, вот. Да, давайте сделаем. Мало того, Наташа, в моем гардеробе появились спортивные костюмы-кроссовки после того, как я встретила своего супруга. То есть раньше у меня эта одежда была для спорта, а теперь вот так. Оксана, вот я вижу, да, вот я вижу еще один вопрос. Ребят, задавайте действительно вопрос, делайте вот эфир более интересный. Парфюмерную линию, Наталья, планируете развивать? Вот, скажу честно, уже начала, уже начала, даже пришел образец парфюма. Прям чувствуете и, наверное, читаете мои мысли, вот. Но я сейчас заморозила этот проект. Почему, объясню. Потому что первая, ну, первая мысль, первые мысли мои были, куда ты это будешь продавать. То есть самое главное, не важно, что ты создал, да, не важно, что ты создал. Самое главное, куда продавать, кто будет продавать, кто это будет покупать. Поэтому если селс, продажи не налажены, то и самый классный проект, продукт, он может быть, ну, не осуществлен. Поэтому здесь, конечно, на сегодняшний момент я вот, я говорю, очень много на себя взяла. И поэтому парфюмерию чуть-чуть заморозила. Но пришел уже образец. То есть действительно я нашла фабрику, кто это будет изготавливать. Я слетала в Париж, проделала работу. Я нашла людей, которые парфюмеров. Я выбрала запах, он у меня до сих пор в пробничках стоит. Иногда я его наношу и вот наслаждаюсь и чувствую, чувствую, не передумала ли я, не поменялось ли мое ощущение. Потому что мы знаем, что мы сначала привыкаем к одному запаху, к одному парфюму. Мы можем даже несколько лет им пользоваться, да, но потом что-то срабатывает перенасыщение, и ты им уже не можешь, ты уже перестраиваешь на другое. То есть я до сих пор, то, что я выбрала еще год назад, потому что год назад я начала действительно работать над этим проектом, до сих пор оно в моем состоянии в том же. То есть я не хочу менять вот эту вот как бы формулу. Вот, поэтому есть такое. Оксана, смотри, сколько там вопросов идут, я не успеваю. В разных направлениях Наталья Ротенберг, правильно? Это парфюм, это одежда, это сладости, это еда. Я знаю, что ты запустила акцию «Зеленый чемоданчик». Расскажи, пожалуйста, как наделась эта идея? Да, спасибо большое, кстати, за участие, за поддержку нас. Смотрите, значит, у нас, опять же, из женской ассоциации к нам пришло сразу же большое количество женщин. Вот, разных, разных, то есть бизнесмены, даже из политики, предприниматели, производственники, импорт-экспорт, юристы, писатели, из культуры. То есть великолепнейший действительно такой букет женщин мы собрали. И женщина, которая у нас девушка по экологии, занимается несколько лет экологией, она презентовала этот проект на нашей, как бы, площадке. И рассказала, что она восстанавливает леса, она сажает леса, собирает деньги через там свой фонд, собирают они деньги через компании. То есть это такая, как бы, не государственная программа, это вот конкретно такая благотворительная частная история. Вот, и она сказала, что вот я занимаюсь этим. И вот, опять же, Оксана, оно ёкнуло. Оно ёкнуло, потому что вот экология действительно как-то отзывается внутри меня. Я люблю природу, я сейчас нахожусь на природе. Вот, хотя там вокруг меня алкоголь, да. Но мы находимся на даче, на озере. И я вот только вот эти вот, так скажем, коронавирусы спасалась на природе. Вот природа меня спасла, потому что в городе, в квартире, там где-то вот в замкнутом пространстве, это, конечно, катастрофа. Вот, и она когда презентовала этот проект по экологии, я говорю, слушай, я хочу поддержать, я хочу прям... Ну, Скей, сколько нужно денег собрать? Как нужно это запустить? Что нужно сделать? Она говорит, она сотрудничает с лесными хозяйствами, которые дают ей, так скажем, участки, гектарные участки, где требуется посадка леса, вот. И говорят, вот, например, этот участок, там, 5 гектаров, вы можете засадить туда, я не знаю, там, засажать, предположим, там, 20 тысяч деревьев, да. Такого-то, такого-то, в зависимости от того, в какой, как бы, регионе, в какой зоне находится. Вот. И потом другая женщина, другая женщина из нашей ассоциации, она подхватила нас, эту идею, и говорит, смотрите, я помогу вам эти деньги, как бы, собрать. Я говорю, каким образом? Окей, давайте вместе, как бы, думать такой мозговой шторм. И она говорит, давайте не наличные просить, да, не деньгами просить, а давайте сделаем это через ненужные вещи, через секонд-хенд, те вещи, которые, ну, как бы, уже устали в наших гардеробах. Мы их соберем и через них, как бы, продадим. И, то есть, вот эти две истории, они как-то совпались, и я придумала название «Зеленый чемоданчик». Чемоданчик для того, чтобы собрать вещи, зеленый, потому что экологическая акция. Мне начали, Оксан, писать в Инстаграм, когда я начала, как бы, немножко пиарить эту акцию, начали в Инстаграм писать, так скажем, комменты от того, что надо заниматься более серьезными вещами. Зачем эти зеленые чемоданчики? Вы тратите на это время, надо заниматься серьезными вещами. Я понимаю, что нужно заниматься серьезными вещами, но то, что вроде как звучит по-детски «Зеленый чемоданчик», но эффекта, результат у нас какой? Результат у нас «Восстановить лес», результат у нас «Посади дерево». И мы вместе с вами, те, кто участвовал, те, кто волонтеры, хочет присоединиться к нам, мы вместе будем сажать. То есть мы это будем снимать, делать фильм, делать интервью, делать историю про это, понимаете? То есть у каждого из вас может присоединиться. Поэтому, Оксан, кто-то меня говорит, надо идти делать демонстрацию, понимаете, что вот как зеленую демонстрацию, что против вырубок. Это уже как бы такая политическая история, мне бы не хотелось туда пока лезть. И вот так вот родился из, так скажем, женских уст, родился такой вот проект. Спасибо еще раз за принятие, участие и поддержку. Оксан, слышишь нас? Слышно? Да, пропала связь. Да, я тебя не слышу. Я тебя не слышу, посмотри, что со звуком. Нет? Вот, могу рассказать про, значит, могу рассказать про развитие бренда, да, с чего начинаем бренд. То есть ты в первую очередь должен, что все еще здесь, да. Я думаю, что кто нас смотрел и все слышит. Я просто не слышала тебя, когда ты рассказывала про зеленый чемодачик. Я подключила... А меня слышно было? Я думаю, что нашим зрителям это было слышно. Но у меня что-то произошло со связью. Поэтому я тебе докладываю, что... Кто-то пишет, ура, мы снова вместе. Я думаю, что мы участвуем в этой акции. И замечательный проект. И мне кажется, должно получиться очень большое, интересное, грандиозное событие. Потому что у каждого есть вещи, которые, в принципе, они не нужны. Мы их можем заменить на посадку деревьев. Мне кажется, это... Знаешь, Оксан, вот когда мы начали этот проект запускать, развивать, мы сначала провели опрос. Вот в нашей, даже внутри нашей ассоциации, мы провели опрос между женщинами, между нами, кто присоединился. Сейчас, кстати, уже начали желающие мужчины стучаться тоже. Те, кто неравнодушен к женщинам и хотят, так скажем, помогать в развитии женских вопросов, помогать женщине расти. Вот. Кто без зависти, так скажем, к нам относится. И, Оксан, я хочу сказать, что 50-50 разделились мнения. То есть 50% женщин и аудитории поддержали акцию экологическую, зеленый чемоданчик. И 50% женщин поддержали помочь собрать эту одежду и отдать ее малоимущим. То есть здесь я не могу сказать, что каждый поддерживает, так скажем, перспективу экологии, улучшения. То есть здесь у каждого как бы вот то, что болит, то мы хотим и осуществлять. Но можно реализовать этот проект по двум направлениям. Пусть один идет вот в одном направлении посадки деревьев, а другой действительно можно отправить эту одежду. Мы решили, знаешь, каким образом? Мы решили, как? Вот мы собираем, например, одежду. В любом случае мы всю не можем. Там попадается такая одежда, не очень эстетически выглядит. И, конечно, мы перебираем. То есть у нас идет... Мы записываем, кто сколько вещей принес, потому что, ну, как бы, если с нас просят, чтобы мы за это отвечали количество. Вот. И потом мы сейчас чем занимаемся? Мы отфотографируем все. И буквально уже вот на днях, завтра-послезавтра, мы запускаем зеленый чемоданчик веб-сайт с этими вещами, с этими чемоданчиками, которыми удалось вот буквально за две недели собрать. Вот. То есть мы уже это собираем, ну, как бы, заявляем об этом. И можно уже потихонечку, так скажем, прибарахлиться, купить что-нибудь себе. Вот. Иногда действительно попадаются вещи новые. Я не могу сказать, что это прям полностью платформа секонд-хенд. Нет, ребят. Так что есть вещи новые. И я сделала такой раздел. Вы знаете, как интересно сделали на этом веб-сайте? Мы разделили одежду по деревьям. Мы разделили, например, эта одежда идет за одну штуку, например, 10 деревьев. Эта одежда за одну штуку, за одну вещь идет 20 деревьев. Это идет 100 деревьев. Ну, то есть в зависимости от, как бы, внешнего вида, от того, какая одежда, какой марки. Вот. И у нас еще есть такая, как бы, позиция, называется, не посади дерево 10 или 20 или 50, а посади лес. Посади лес. И вот в эту позицию я, скажу честно, поместила свою коллекцию Натальи Роттенверк. Вот. Те, кто не хочет, например, связываться с секонд-хендом или, ну, вот как-то хочет что-то другое, так скажем, да, то они могут идти и воспользоваться опцией посади лес. Потому что, когда посади лес, это значит уже, например, там, 300 деревьев, 500 деревьев, 1000 деревьев. То есть это уже не идет, как бы, по расчетам 10-20. Это уже лес идет. Поэтому мы обязательно заявим об этом, прорекламируем, всем расскажем. И обязательно заходите на нашу платформу. Вот воспользовалась твоей площадкой прорекламировать наш проект. Кстати, мы совместные. Да, кстати, я об этом тебя хотела спросить. Woman Renaissance – это платформа. Скажи о ней. Какие задачи ты ставишь собой? Да, Woman Renaissance – это женская эпоха Возрождения. Это вот та ассоциация, которая была создана месяц назад. То есть вот так вот прям опять же, вот каждый бренд, он рождается буквально в воздухе на коленках. Вот. И то есть так вот была такая вот идея создать ассоциацию, собрать всех женщин. Значит, мы это сделали буквально очень быстро. Мы это собрали всех женщин. Мы создали на WhatsApp, там, чат. Туда помещается всего лишь 250 человек. У нас уже он полон, заполнен. Мы перешли уже на платформу Telegram. Вот. Опять же, женская эпоха Возрождения. И, значит, какая идея? То есть у нас мы собрали так как бы комьюнити, комьюнити всех активных, всех желающих, всех неравнодушных, всех бодрых, всех творческих, всех там мотивированных, успешных. Возможно, у кого-то какой-то проект есть, но ему не хватает контактов или не хватает немножко ресурсов, не хватает, может, финансовых ресурсов. То есть мы создали такую площадку, где каждый должен осуществить свою мечту. Вот. Заявить о себе. В первую очередь мы хотим, чтобы каждый заявил о себе, был спикером. То есть многие люди, они стесняются, многие люди, они как бы, ну, как бы за ширмами, да, прячутся. Мы хотим показать, рассказать о них, потому что это великолепные профессионалы, о которых, возможно, никто не знает. Вот. И мы хотим как бы именно позволить вот рассказать об этих людях. Дальше. В женской эпохе Возрождения мы сделали такие подгруппы. У нас есть подгруппа образования, у нас есть подгруппа, например, благотворительность, у нас есть подгруппа предпринимателей, импорт-экспорт, юристы и т.д. и т.п. Там культура и искусство. То есть у нас очень много вот таких подгрупп внутри. Мы говорим, у нас уже 15 подгрупп, то есть они каждый раз растут. И фэшн, опять же, группа есть, есть красота, красота и здоровье. Вот. И каждая женщина говорит, пожалуйста, запишите меня вот в эту группу и вот в эту группу. То есть мы распределили такой клуб по интересам. То есть такие подгруппы. И там уже сейчас что мы делаем? В каждой подгруппе, например, берем образование. Мы выделяем лидера, назначаем лидера, куратора, лидера-куратора этой группы образования. И начинаем говорить. Так, окей, нам нужен какой-то проект в образовательной деятельности. Какой-то, например, вопрос нужно решить, затронуть какую-то проблему, поднять это, начать, как бы мусолить ее, начать говорить о ней, рассуждать о ней. То есть развить какую-то деятельность. Дальше. Берем, например, предпринимателей. Опять. Выяснить проблемы предпринимателей. Что у них, как бы, почему, там, я не знаю, им было плохо, например, в карантин. Возможно, кому-то нужно перефинансироваться. У нас есть группа банкиров. Вот у нас сегодня запрос пришел. Женщина у нас производственник. Она говорит, мы не вошли в эту группу, которым, ну, как бы, президентский приказ, да, указ. Не вошли в эту группу тех, кому нужно, банки должны помогать. Что делать? Я говорю, так, спокойно, у нас есть группа банкиров. То есть мы, как бы, знаете, как коннекторы в том же время. В то же время мы как коннекторы. Мы от этого ничего не имеем. То есть мы соединяем людей. Мы их знакомим. То есть и тем самым, получается, вот в, так скажем, в группе благотворительность мы делаем проект, опять же, зеленый чемоданчик. Вот как, да, потому что благотворительный. Но в группе экологии также зеленый чемоданчик, он присутствует, потому что это связано с экологией. И в каждой группе у нас есть кураторы, которые должны двигать, которые должны двигать тот или иной вопрос, тот или иной проект. То есть и тем самым мы занимаем людей и делаем через нашу ассоциацию такие, как бы, ну, возможности. Вот, например, у нас буквально вчера родился новое такое направление, юный предприниматель. И, возможно, кто-то его уже делает, другие ассоциации, другие организации, они его делают. Но мы решили вот отделить, так скажем, и выделить юного предпринимателя. Что это значит? До 18 лет, то есть школьник. Мы ищем сейчас школьников, школьников те, которые уже сегодня зарабатывают, которые могут поделиться успехом своим, на чем они зарабатывают, как они зарабатывают. То есть как они к этому пришли рассказать секреты, потому что не каждый взрослый, не каждый взрослый может зарабатывать, умеет зарабатывать. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети, я знаю, вот мой сын, он, например, ему 13 лет, 14 в этом году, и он уже каким-то образом через интернет, какие-то через там программы, ютюбы, блогерство, ну, это то, что вот сейчас мода для молодежи, он каким-то образом зарабатывает уже сам деньги, купил себе приставку, купил, ну, не приставку, там, колонки какой-то, экран, скрин купил. То есть я понимаю, что это каким-то образом работает. Я человек old-fashioned, old-fashioned. Я такой со старинкой, со старой ментальностью, вот, классической, поэтому мне очень сложно погружаться всю эту технологию во все эти дистанционные образования, там, я не знаю, вот, цифровизация. Для меня это все очень сложно. Поэтому, конечно, я, как бы, не очень хотела бы, чтобы мы переходили на это все, потому что я не представляю, мне иногда даже сложно отксерокопировать, в принтер настроить, как-то отксерокопировать документ, отправить людям. То есть я вот даже с этим мне сложно справиться. Я даже отказалась от компьютеров и вот буквально на телефоне все дела решаем. Поэтому вот мы такую вот сделали, так скажем, вот направление, юные предприниматели. Поэтому если ваши дети уже, школьники, могут зарабатывать и поделиться историей своего успеха, то welcome on board. Просим вас в нашу ассоциацию. Мы расскажем о них, расскажем эти истории, пропиарим этот молодой талант. Вот, так что вот такие вот дела. Наташа, я, я смотрю, слушаюсь, заряжаюсь. Откуда ты перешла? Расскажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет вообще? Карантин тебе пошла? Карантин класс. Вообще карантин. Благодарю карантин. Знаете, это, благодарно карантину я волосы отрастила. У меня волосы, я отрастила, пока в карантине сидели, не ходили к парикмахерам, понимаешь? Я говорю, ой, благодарю карантин я волосы отрастила, да? Благодаря карантину волосы отрастила. Но я их уже обстригла, поэтому опять уже ничего нету. Вот, значит, что, да, что меня заряжает? Что меня заряжает? Заряжает, я не знаю, враги меня заряжают, хотя я не знаю, есть ли они у меня или нет. Когда мне пишут какой-то негатив, мне классно. Мне классно, потому что я понимаю, что, наверное, я, не знаю, кого-то задеваю. Возможно, я другая. Кто-то считает меня инопланетянкой. Вот. И кто-то меня приглашает как мотивационный спикер. Потому что, когда я жила как бы за границей, то я проходила, я учила английский. И когда я переехала туда, я совсем не разговаривала на английском. Я начала учить английский. Вот. И потом начала ходить на всякие разные обучающие курсы. Даже в Окспорт успела сходить. И для меня это такой был показатель, потому что, я думаю, что, может быть, учителя, которые меня вспомнят еще, я не знаю, 20 лет назад, 30 лет назад, которые не верили в меня. И, возможно, мои сверстники не верили в меня. То я думала, вот мне этот диплом Оксфорда, он очень сильно нужен. Потому что для меня был такой челлендж, такой вызов. Вот. Что, действительно, я какую-то корку из Оксфорда принесу, чтобы потом мне не говорили, что я чего-то не знаю. Или еще как-то. Думаю, а вы были? А вы имеете Оксфорд курсы? Или Оксфорд Эдукейшн, Оксфорд диплом? Вот. Поэтому для меня это был такой как бы показатель. И когда ты, например, опять же, в Англии хочешь делать какой-то, создать бизнес, создать бизнес, то ты должен сдать экзамен. То есть 75%, 75% ты должен знать английского языка, если ты хочешь делать бизнес. То есть чтобы визу, например, от туристической визы перейти на интерпренер, предпринимательскую. Вот. И, естественно, с моим два слова английским в то время мне было очень сложно. Вообще, фактически, мне казалось, что это невозможно 75% знать английского языка. Потому что, ну, как бы в школе я понимала, что, ну, в школе я не учила особо английский язык. Вот. К сожалению. К сожалению. Вот. И получается то, что они говорят, нужно обязательно сходить в Кембридж и сдать кембриджевский экзамен на 75%. И я думаю, блин, кембриджи, где кембриджи, где, как бы, как вообще в Кембридж попасть? То есть такие, как бы, знаете, челленджи, челленджи, настолько они очень часты в моей жизни, что вот тем, каждый раз, когда ты идешь в этот страх, то есть кембридж, кембридж экзамен, как это возможно вообще, но ты понимаешь, работа, 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 зубрежка, работа, учишься, и оно потом приводит в любом случае к результату. И я сдала, кстати, я сдала 76% на 1% больше. У меня до сих пор сохранился этот корочка диплома, сертификата по сдаче с первого раза. Так что, ребят, все возможно, все возможно. Главное, ну, придется немножко поусерднее поработать, от чего-то отказаться, потому что без этого никак, то есть нужно чем-то пожертвовать, вот. Но жертвуйте, как бы, с улыбкой, жертвуйте с улыбкой, если у вас что-то не получается, если одна дверь закрыта, возможно, откроется вторая. Если один план не сработал, сработает всегда второй. Если один план не сработал, придумай второй. Но никогда не отказывайся от мечты. Никогда не отказывайся от мечты. Оксана, ты опять у меня зависла, я вижу, какая-то связь у нас. О чем ты мечтаешь? Расскажи. Какие твои планы на будущее? Я думаю, что я подошла к той черте, что мне нужно сделать что-то такое большое, серьезное для людей, для россиян, для России. То есть я чувствую, что я созрела, клиент готов, как говорится. Вот. И вот сейчас я начинаю как бы, ну так, формулировать, так скажем, свой запрос во Вселенную. Вот. У меня есть действительно амбиции, политические амбиции. Я понимаю, что все непросто, все очень сложно, тем более сейчас, сегодня. Вот. И... Но вот почему-то я опять так чувствую. Я опять так чувствую, и я чувствую, что я буду полезна людям. Я нужна людям. То есть, опять же, тут знаете что? Нужно обращать внимание на мотивацию, чем мотивирован человек. То есть те люди, которые приходят к тебе, например, устраиваться на работу или еще как-то. То есть самое главное, чтобы они не были мотивированы деньгами. Потому что если они мотивированы деньгами, далеко мы на этом не протянем. То есть очень много бед, если человек мотивирован деньгами. Человек должен мотивировать идеей, идеей создания чего-то. То есть деньги должны... Мотивация. Вот это вот как бы здесь нельзя как бы мешать это. Поэтому... Не знаю, Оксана. Не то, что мечтаю, да? Но я вижу себя нужным человеком в России. Я вижу, что действительно я человек неравнодушный и патриотичный. И я могу быть полезным. Могу быть полезным. В каком направлении, в каком направлении, я не знаю. Но мне кажется, что в нескольких направлениях я могла бы быть людям полезной и для своей страны. Поэтому жизнь покажет. Пока мы занимаемся общественной деятельностью, благотворительной деятельностью и проектами. Но, возможно, не удивляйтесь, если вы меня увидите на аренах политической карьеры. Плохая связь. Так, у нас, у нас проходит уже, да. Наташа, ты меня слышишь? Да, 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 да. Я хочу поблагодарить тебя за этот потрясающий эфир. У нас было огромное количество сообщений от людей, что им очень понравилось, что они зарядились. Они желают реализации тебе всех намеченных идей и ждут наш совместный проект. Какой он будет, я уже не знаю. Но точно могу тебя пригласить в музей моды, допустим, представить здесь свою коллекцию для своих гостей, для своих друзей, для почитателей твоего таланта. Чтобы это было, прозвучало достойно твоей коллекции, твоего имени. Так что, ну, как минимум, мы знаем, с чего начать. Отлично, вот. Поэтому будем над этим работать. Все желающие, присоединяйтесь к нам, ко мне, к Оксане. Вот, у нас очень классные, интересные проекты и отдельно, и вместе теперь уже. Вот, поэтому спасибо за эфир. Было здорово, было классно. Вот, это прекрасно. И теперь можно идти уже пить чай. Да. Спасибо, Наташа. Пока-пока. Все. Чао. До свидания. Пока. Спасибо, кто нас слушал. Субтитры сделал DimaTorzok